Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Они какие-то открытые, они какие-то более добрые, мне так показалось по сравнению с другими регионами И, ну, в общем, восторженные какие-то ощущения, восторженные, не просто основанные на каких-то сумасшедших эмоциях, а подкрепленные Мы объездили очень много школ, детей видели, работников, ну, в общем, просто здорово Я путешествую очень много по стране, я не знаю другого региона, где проводятся вот такие акции, причем не единичные случаи Единичные, я думаю, что они проводятся Но постоянно на какой-то основе проводится что-то Я знаю, что, например, в вашей области очень сильна поддержка молодежи, именно учащимся То есть, я сам находился, присутствовал на концерте, когда вручались тоже денежные призы для тех молодых, кто достойно выступал, например, на математических олимпиадах и так далее То есть, идет поддержка и самое главное, что это целая система вот таких акций И это не может не радовать, поэтому, когда говорят, Кузбасс территория добра, то действительно, действительно это есть И, кстати, о звездах спорта Главным событием недели для холдинга СДС Медиа, который имеет честь представлять телеканал «Мой город» Стало приобретение радиостанции «Радиоспорт» Это означает, что в скором времени окрестности города Кемерово в информационном плане будет составлять вся Россия Развитию спорта в Кузбассе сегодня уделяется особое внимание Напомним, что холдинговая компания «Сибирский деловой союз» создала волейбольный клуб «Кузбасс», который выступает в российской суперлиге Ежегодно спонсирует клуб «Кузбасс» одну из лучших команд русского хоккея Построила горнолыжный комплекс «Танай», теннисный центр и волейбольный спорткомплекс «Арена» в Кемерове А теперь спорт появится еще и в радиоэфире В ближайшие два года в 30 городах России откроется информационно-музыкальная радиостанция «Радиоспорт», которая сейчас вещает только в Москве Федеральную сеть построит холдинг «СДС Медиа» Болельщики получат возможность слушать прямые трансляции со стадионов и спортивных площадок страны А также включаться в диалог с известными тренерами, звездами и ветеранами спорта, спортивными журналистами Особенно актуально появление спортивной радиостанции в преддверии Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи В Кемерове «Радиоспорт» появится уже в ближайшее время В эфире можно будет услышать прямые трансляции матчей по футболу, волейболу, хоккею с мячом и других соревнований российского и международного масштаба Следующий наш сюжет также про критерии добра и зла и территории, подверженные их влиянием Проще говоря, про то, кому живется весело, вольготно на Руси Институт территориального планирования «Урбаника» совместно с Союзом архитекторов и риэлторскими компаниями Составили рейтинг качества жизни в крупнейших городах России Целью их была оценка эффективности городской политики развития с позиции обычного городского жителя Главный критерий оценки – соотношение качества и стоимости жизни В частности, учитывались стоимость потребительской корзины, средний заработок горожан, обеспеченность жильем, пробки на дорогах, уровень преступности, природные условия и экология Результаты получились неожиданные Прежде всего бросается в глаза, что среди пятерки лидеров три города нефтяников – Сургут, Тюмень и Нижневартовск Культурными столицами их назвать нельзя, климат там тоже не ахти Так что дело похоже в высоких заработках нефтяников Столицы – Питер и Москва – остаются привлекательными, несмотря на ужасные транспортные проблемы Кемерово в этом рейтинге занимает вполне достойное 30-е место По крайней мере, из сибирских городов его опережают преимущественно миллионники – Новосибирск, Красноярск и Омск А насколько там жизнь комфортнее – это еще вопрос Другие соседи-сибиряки, включая Прокопьевск – 57-е место и Новокузнецк – 61-е – далеко позади Если бы уехать, то желательно в европейскую часть страны Маленький городок с каким-то богатым историческим прошлым То есть, чтобы население этого города гордилось своим городом не только за нынешние заслуги, но и прошлые какие-то вещи В Краснодаре Вы знаете, вообще я бы не хотела никуда уезжать из Кемерово по той простой причине, что я здесь родилась Мне очень город нравится, не более за ближайшее, я уже за Кемерово будущее Но хочется сказать, что если бы здесь было немножечко тепла побольше, то, наверное, можно было и остаться А если смотреть, действительно, если бы мне предложили куда-то поехать, то, как вы задали вопрос Я бы, наверное, поехала туда, где тепло Недавно некий новосибирский ученый высчитал, что Кемерово, Омску, Новосибирску и Барнаулу нужно подвинуться еще поближе к Москве Чтобы сибирякам жить в правильном астрономическом времени, разница с Москвой должна составлять всего два часа У кемеровчан это предложение вызвало оторопь Вообще, ну, вот ужасно Это, ну, ладно я, да? А дети? Убрали этот переход времени, и я гораздо себя лучше чувствую Очень тяжело на умственные способности уже влияет Наша заключительная история тоже о городах и времени В середине 19 века граф Петр Клеймихель, министр путей сообщения, объезжал с инспекции разные города И в каждом городе назначал час для представления своих подчиненных Время он отчитывал по своим часам И был возмущен, когда в Москве чиновники не собрались вовремя Ему отвечали, что московские часы не одинаковые с петербургскими Так как Москва и Петербург имеют разные меридианы Официальных часовых поясов тогда еще не было Граф успокоился, но в Нижнем Новгороде случилась та же история И Петр Андреевич вскричал, что это? Кажется, всякий дряной городишко хочет иметь свой меридиан Ну, положим, Москва – первопрестольная столица А то и у Нижнего меридиан Все-таки город Кемерово – лучший город земли Невзирая на рейтинги и меридианы По крайней мере, пока в нем живем мы До свидания Редактор субтитров А.Семкин